В городе Пешавар, на северо-востоке Пакистана, террорист-смертник атаковал на мотоцикле полицейскую машину. Погибли двое полицейских и один горожанин. Местные власти заявили, что теракт был направлен против заместителя начальника полиции, который был ранен. Ответственность за теракт взяли на себя боевики-талибы. В Белграде неправительственные организации Сербии призвали национальный парламент объявить 11 июля днем памяти жертв геноцида, погибших во время массовых убийств в Сребренице в 1995 году. Антивоенная организация «Женщины в черном» заявила, что Сербия обязана противостоять преступлениям прошлого. В Сребренице армия боснийских сербов и участники сербских полувоенных формирований уничтожили более 8 тысяч мусульман, мужчин и подростков, что стало крупнейшим массовым убийством тогдашней войны в Боснии. Сербия приняла декларацию, осуждающую действия 20-летней давности, однако не признает формулировку организации объединенных наций, назвавшей те события геноцидами. В столице Киргизии Бешкеки с однодневным визитом побывал генеральный секретарь ООН Пан Гимун. Он встретился с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, а также выступил на международной конференции, посвященной парламентской демократии. Намечена также его поездка в город Ош для участия в мероприятиях памяти жертв межэтнических столкновений пять лет назад. В Душанбе Исламский совет Таджикистана объявил, что священный для мусульман месяц Рамадан начнется 18 июня. Точная его дата определяется астрономическими вычислениями и разница от страны к стране. Соблюдение в дневное время строгого поста в течение всего Рамадана – один из столпов ислама. Субтитры создавал DimaTorzok